Новости на телеканале САМПО ТВ 360. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. По дороге на ГОК в Костомукше столкнулись легковушка, самосвал и автобус. Главный итог работы вообще законодательного собрания это принятие бюджета. Итоги года подвели в законодательном собрании республики. Воды в купеле, как правило, метр двадцать, метр тридцать. В Петрозаводске началась подготовка к крещенским купаниям. Серьезная дорожная авария с пострадавшими произошла сегодня утром на трассе в Карелии. На третьем километре автодороги Костомукша-Карельский Акатыш столкнулись легковой автомобиль Хёнде, самосвал КАМАЗ и пассажирский автобус, принадлежащий Костомукшскому ГОКу. В автобусе в момент ДТП находились 25 человек. Представители Карельского Акатыша по телефону рассказали о происшествии. Первоначально столкнулись автомобиль КАМАЗ грузовой с автомобилем легковым «Шентай». Затем по маршруту следования автобуса ООЦТА, который перевозил работников на промплощадку, данный автобус уходил от аварии с автомобилем «Шентай», столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП за медицинскую помощь обратилось 16 человек. Один пострадавший с переломом ветра, остальные опущены домой. Кроме того, травмы получил и водитель легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. В Республиканской автоинспекции сообщили, что водитель автобуса имел все необходимые документы. Тахограф в исправном состоянии. По факту аварии проводится проверка. Глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в состав Комиссии правительства России по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Отрасль аквакультуры – одно из приоритетных направлений развития в республике. За последние шесть лет объем товарного рыбоводства в Карелии увеличился в два раза. Карельская рыбохозяйственная отрасль включает в себя более двух сотен хозяйствующих субъектов разных форм собственности. Помимо лидирующей позиции, регион имеет значительные резервы для увеличения объемов производства. Артур Парфенчиков заявил, что вхождение в состав правительственной комиссии – Безусловно, важный шаг, который позволит нам развивать рынок рыбной и другой продукции из водных биоресурсов. Эффективнее реализовывать государственную поддержку, сообща решать важные вопросы развития отрасли. В Кондопоге ждут резидентов. Город получил статус ТАСЭР – территория опережающего социально-экономического развития. Постановление об этом подписал 22 декабря премьер Медведев. Этому предшествовали 8 лет подготовительной работы. Сейчас в Кондопоге ждут инвесторов, которые смогут получить статус резидента ТАСЭР, чтобы вести бизнес на льготных условиях. Условия очень благоприятные, большие налоговые льготы. Статус территории опережающего социально-экономического развития Кондопога получила следом за надвоицами. Глава города Валерий Анхимов считает, экономика города Бумажников выйдет на новый уровень. ТАСЭР создается для того, чтобы уйти от монозависимости. И что независимо от того, что будет с предприятием, которое является градообразующим, то есть должно быть создаваться новое предприятие, независимое от градообразующего. Присвоение статуса ТАСЭР позволит вести бизнес на льготных условиях. Для предпринимателей будут установлены нулевые ставки по земельному налогу и налогу на имущество. Будет снижена ставка налога на прибыль до 5%. Уменьшены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в 4 раза. Кондопоге это даст новые рабочие места. Распространяться данный режим будет на предприятия пищевой промышленности, лесопереработки, производство неметаллической минеральной продукции, на организации в сфере туризма и гостиничного сервиса. Сейчас известны 5 потенциальных компаний, готовых претендовать на статус резидента ТАСЭР Кондопога. Итоги минувшего года подвели в законодательном собрании Карелии. За год парламентарии обсудили более 200 и приняли в окончательном чтении более 100 законопроектов в разных сферах. Какими были главные из них в материале Андрея Раева? В минувшем году карельские парламентарии рассмотрели 361 вопрос, в том числе 210 законопроектов, из которых 116 принято в окончательном чтении. К этому надо добавить 5 законопроектов федерального уровня и обсуждение полутора сотен федеральных законов. Обсуждали законодатели насущные вопросы в самых разных сферах жизни республики, в том числе основной закон года – бюджет, документ о том, чем и как живет Карелия. Главный итог работы вообще законодательного собрания – это принятие бюджета республики Карелия. Так вот, бюджет республики Карелия у нас социально направленный, для того, чтобы такие отрасли, как здравоохранение, образование, социальная политика были, безусловно, обеспечены необходимым финансированием. Другие законы касаются повышения инвестиционной привлекательности, изменений в административное законодательство и многое другое. Благодаря целому пакету законов по льготному налогообложению появилась возможность поддержки ключевых для экономики производств. Один из примеров – Онежский судостроительный завод, который сегодня уже твердо встал на ноги. Его суда успешно работают в разных портах России. Депутаты поддержали инициативу главы Карелии о том, чтобы моногорода получили дополнительный шанс на получение государственной поддержки. Мы принимали нормативные акты, которые касаются и моногородов, для того, чтобы моногорода тоже могли становиться территориями оперешающего развития и как параметр были записаны в законодательстве. Работа в этом плане будет продолжаться. Более того, законодатели изменили структуру парламента, для того, чтобы в нем появился профильный комитет по проблемам ЖКХ, агропромышленного комплекса и энергетики. Очень важные условия для развития села – поддержка молодых специалистов, поэтому одним из нормативных актов парламент дал право постоянно живущим и работающим на селе молодым людям получать участки для индивидуального строительства. Предусмотрена была и поддержка молодых начинающих хозяйств. Был принят нормативный акт, который обеспечивает поддержку производителей, финансовую поддержку не через год, как было ранее, а непосредственно через более короткий период времени, через месяц он уже может подавать заявку, если он является сельхозпроизводителем. Безусловно, это для начинающих, молодых хозяйств – это серьезная поддержка. В социальной сфере итогом работы стали гарантии трудоустройства для инвалидов, выплаты молодым специалистам в образовании, в число которых кроме учителей вошли психологи и логопеды, создание единой и прозрачной процедуры формирования списков на жилье для детей-сирот. И, конечно, главное решение в социальной сфере – теперь в минимальный размер оплаты труда не включаются северные надбавки. Такое решение, принятое на федеральном уровне, стало результатом большой совместной работы законодателей, общественности и профсоюзов. Новый герой появился у Гипербореи. Международный зимний фестиваль в этом году пройдет с 13 по 18 февраля. Организаторы принимают заявки на участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур. Известно, что их будет не менее 20. О том, как идет подготовка к главному зимнему событию карельской столицы, узнала Светлана Воробьева. Это афиша Гипербореи. На ней главное новшество. Борей – суровый грозный персонаж. Сшит специальный костюм. Будет специальный актер, который будет исполнять роль Борея. Он будет работать на всех площадках. И в резиденции будет вести прием. И пройдет в карнавальном шествии. И, конечно же, главный герой будет награждать победителей различных конкурсов, которые в Гипербореи проходит очень много. Центральное событие – конкурс снежных и ледовых скульптур. Ледовые традиционно расположатся на площади у мэрии. Снежные – на набережной. Снег на этот раз снова будет искусственным. Его опробовали в прошлом году. И, по мнению скульпторов, он более удобен. Лед привезут с карьера. Пока, может быть, будут внесены какие-то коррективы по толщине, все будет зависеть от того, какая будет погода и как намерзнет лед. Еще из нового, рассказывает Сергей Соловьев, музей Кижи в историческом квартале проведет зимние иллюзии старого города. Уратунды будут угощать ухой, а далее на набережной разным чаем. Карнавальное шествие перенесли с субботы на воскресенье, конец масленичной недели. Шествие начнется на площади Кирова и финишируют у мэрии, где состоится сжигание чучела масленицы. Главная забота организаторов сейчас – погода и озеро. Ведь часть развлечений обычно проводится на льду. Вот надеемся, что все-таки озеро встанет, но никакой гарантии нет. Я думаю, что если не получится, перенесем их на берег. Ну что делать. Праздник все равно состоится при любой погоде. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. Круглосуточно на строительстве двух белопорожских малых гидроэлектростанций в Кемском районе трудятся 250 человек. Строительство ведет крупнейшая строительная компания республики – КСМ. Заказчиком выступает компания «Нордгидро» – «Белый порог». Сегодня на объекте ведутся бетонные работы по строительству зданий – двух ГЭС. Помимо этого, на объекте идет монтаж гидросилового и гидромеханического оборудования. Специалисты компании КСМ трудятся на объекте чуть больше года. На сегодняшний день это 250 человек. Среди них – жители Кемского района. Впереди еще два года работы. Ввод в эксплуатацию белопорожских малых гидроэлектростанций запланирован на 2019 год. В Национальном музее Республики сегодня особенно много посетителей с телефонами, а в социальных сетях множество фотографий. Сегодня, 17 января, весь мир празднует Международный день музейного селфи. Евгения Левкая увидела, как директор Национального музея учится фотографировать себя. Ученицы финно-угорской школы не просто пришли в музей на выставку. Они фотографируются с интересными музейными экспонатами, ищут исторических деятелей для селфи. Вот в кадр попадает Петр Первый, Григорий Григорьев – основатель музея. Фоном для фото становится экспозиция «Археология Карелии» и фотоателье Карла Йогансона. В Международный день музейного селфи делать много фотографий в музее даже поощряется. Когда вы выкладываете селфи из музея, как реагируют ваши одноклассники? Ну, удивляются, что мы сделали селфи в музее и что мы пришли сюда. И потом, какая реакция? Одноклассники идут в музей с удовольствием? Да, идут делать селфи сюда. Фотография – очень важный исторический источник. Сегодня вы шлепаете эти фотографии с селфи. Я не знаю, будут ли они жить долго. А вот раньше человек фотографировался очень редко. Эти фотографии надо уметь прочитать. Посмотрите, как это постановочные кадры. Люди готовились сфотографироваться. Они одевались, они шли в ателье. И хотя сам Михаил Леонидович не любит фото, сделанные на телефон, призывает распечатывать их на бумаге, хранить семейные альбомы, он понимает, что если бы сто лет назад существовало селфи, то мы бы узнали, как выглядел известный фотограф Алонинской губернии – Карл Йоганссон. К тому же, сегодня все-таки нужно идти в ногу со временем. Поэтому и директору нужно научиться делать модные нынче фотографии и впервые выложить себя в сеть. У меня аппарат, видите, уже не приспособлен для селфи. То есть я вас могу снимать, да? А сами себя не можете. У меня уже старый телефон. То есть я могу, но слепую. Национальный музей участвует в акции с момента ее создания. И сотрудники уже замечают явный интерес к музеям селфи со стороны молодежи. А значит, что посетителей становится еще больше. Уже третий год люди выкладывают в сеть музейные селфи самых разных уголков России и мира. Нажав на хэштег «Музейное селфи» или «Мьюзеем селфи», пользователи сетей с удовольствием знакомятся не только с музеями Санкт-Петербурга и Москвы, но и культурными заведениями Томска, Торжка, Вологды и других городов страны. А выложив фото с хэштегом «Национальный музей Карелии», можно смело идти за сувениром. Евгения Легкая, Владимир Волотовский, Сампо ТВ, 360. В Петрозаводском микрорайоне Пески сегодня начали устанавливать деревянные купели. В ночь с 18 на 19 января в праздник Крещения Господня там пройдут традиционные крещенские купания. Как будет оборудовано единственное в карельской столице официальное место для совершения обряда? Кто будет отвечать за безопасность и как туда можно будет добраться, выясняла Наталья Кузьмина. Вот здесь, в Песках, рядом с кафе «Сказка», пройдут ежегодные крещенские купания. Традиционного омовения в проруби в этом году организовать не удалось из-за неокрепшего льда. Поэтому оргкомитетам было решено установить две деревянные купели. Их закрепят вдоль берега, а добраться до них можно будет по деревянным настилам. Высота купели метр пятьдесят, воды в купели, как правило, метр двадцать, метр тридцать, для того, чтобы человеку с нормальным ростом было достаточно окунуться три раза и выйти. Купели очень удобно оборудованы, в них есть вход и выход. То есть не нужно зайти, разворачиваться и выходить. То есть зашли и вышли и с другого выхода. Переодеться до и после омовения можно будет в отапливаемых палатках, а горячий чай всем желающим предложит полевая кухня. Ожидается, что в этом году участие в крещенских купаниях примут до трех тысяч человек. Безопасность во время купаний в крещенскую ночь будут обеспечивать сотрудники ГИМС, МЧС, МВД, скорой медицинской помощи. Оговорили систему безопасности, всестороннюю, как медицинскую, общественную безопасность, антитеррористическую. 18 числа в 11 часов мы прибываем с составом комиссии туда и смотрим окончательную готовность данного объекта к совершению омовения. Чтобы предупредить несанкционированные массовые купания в других местах, вдоль набережной Онежского озера будет дежурить автопатруль. К официальному же месту омовений всех желающих доставят автобусами. Общественный транспорт будет ждать жителей на остановках на Лососинском шоссе, на улицах Ровио, Ключевая, Чапаева, площадях Жуково и Кирово и у железнодорожного вокзала. Время сбора на остановках 23.00. Обратно в Петрозаводск автобусы будут отправляться по мере заполнения. На сегодня это все новости. Я Юлия Кучеренко и наш дружный коллектив. Говорим вам до свидания.